здрасте решил видео снять тут делаю стуки думать у меня снять что-нибудь поделиться с подписчиками или так просто с людьми которые будут смотреть на канал ремонтирую стулки вы не как ремонтирую заказ сделать только вот мягкую часть обтянуть сняла старая ставлю новое по поводу вопроса что делать лакировать или нет сказали не надо видимо так дешевле поэтому от лакирования отказались но я как бы не хочу так отпускать как видите тут много косяков но за затертая очень надо бы по идее зашкуривать до дерева и потом какой-нибудь глазурью с морилкой или как-то по другому в общем надо восстанавливать но это я так думаю можно по-другому как там и так не хочется отдавать какие-то не такие вот не такие не не то что я решил сделать в одном справочнике стоя я нашел такой совет можно взять и айспирит и вот спирит губкой свой спиритом протереть хорошенько мебель лакирование это как бы немножко так восстанавливается я уже проверял много раз это не действует то есть какие-то трещинки все равно по идее там написано что люди как лаковое покрытие она немножко размягчить и как бы размажется и трещинки заполнится не действует это особенно сейчас очень там затертая но так отдавать не хочется чтобы я решил вот сделать я все-таки в айспиритом хорошенько его и промыл два раза тряпочкой все протер что мог оттер что нет осталось и чтобы придать восстановить блеск сейчас одну минуту чтобы восстановить блеск я уже сделал тут пять стулок шестая я взял сальвент и с лаком получается два к одному две части сальвента одна часть лака лак взял пф-170 пф-170 алкидный пентофталевый какой найдете главное чтобы пореже было вот примерно такой состав 2 к 1 две части сальвента одна часть лака и вот этим вот составом я решил пройти по стулкам вот таким вот образом как бы губку намочил и втирая как вчера я так лишь бы такая влажная касалась там не надо там что-то сильно наводить там прошлись было поставить все и дальше пошли главное чтобы не текло и не сухое раз раз это восстанавливает глянец немножко таким образом какие-то потертости становится меньше видно это во первых во вторых это быстро сохнет потому что две части сальвента одна часть лака вам видно да какая наматывая потом я прохожусь и она уже немножко блестит глянец восстанавливается если он конечно тут был это такой экспресс-метод недорогой незамороченный то есть если вам не надо там сильно хотя бы я говорю что лучше бы конечно перелакировать но люди сказали не надо не надо так не надо такое тут надо слой получится на сухи почти не видно Алексей подGB ID ОТС at ТОП 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 Раньше оно выглядело, как будто оно пылью припало, хотя я его два раза отмывал Сейчас оно выглядит, как будто отмытый, блестит, как будто полы помытые Вот так вот, как-то И сохнет она в таком случае очень быстро, вот сейчас я уберу этот свеженький Поставлю минут 10, который назад я лакировал Блеск остался То есть не то, что сольвент высох, а лака была чуть-чуть, но блеск такой, лазурь осталась Но она уже чуть-чуть берется, но уже почти не берется Вот это получается часа через два, даже температура при 10-15 градусах тепла высохнет Потому что много растворителя Вот такой экспресс-метод восстановления такого вида ваших стулок Берете две части, еще раз повторяю, две части сольвента и одну часть лака Конечно, перед этим надо хорошенько его отмыть У альспиритом или тем сольвентом вот хорошенько отмыть стулки Чтобы не было там грязи, старые, там может какая-то краска там прилипла Полы может красили, где-то вознули или еще что-то выкрасили, там где-то капнуло Быстренько отмыли И после этого уже лакировать, можно так сказать, эту процедуру назвать Все Ну такой, как чисто для вида Если вам там не сильно надо, то такой вот способ можно Видите, как, это быстренько Раз, расколотили, губкой протерли, как будто вы его омовите И больше ничего не надо Все, спасибо за внимание Спасибо Спасибо